По факту данной трагедии задействовано было 10 бригад скорой медицинской помощи. Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек. Шесть из них были доставлены в больницу скорой медицинской помощи изначально. И два человека обратились позднее. Изначально две женщины были в крайне тяжелом состоянии, с обширными ожогами. Одна из них, к сожалению, сразу скончалась. Она была оперирована, потому что у нее ожоги сочетались со скелетной травмой, закрытой травмой живота, внутренним кровотечением. Сейчас на лечении в больнице скорой медицинской помощи находятся 7 человек. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии. У пожилой женщины 55% ожогов первой и второй степени. В данный момент она находится в палате Итар. Ее выводят из ожогового шока. Будет решаться вопрос о транспортировке пострадавшей в один из федеральных ожоговых центров. Состояние других шести пациентов расценивается как средней тяжести. Порядка трех человек с ухудшением гипертонической болезни, гипертоническими кризами, есть с мелкими скелетными травмами, то есть ссадины, ушибы, переломы. Они получают всю необходимую терапию. И за их жизнь и здоровье мы на данный момент не беспокоимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!